Из начала проливных дождей кусты огурцов, перцев и баклажанов могут останавливаться в росте и постепенно погибать, лишая нас долгожданного хорошего урожая. И когда на соседних участках у людей все растения уже загнулись, у меня еще продолжается активное плодоношение на зеленых кустах, потому что я обрабатываю их эпином. Он спасает от похолодания, высокой влажности и других негативных факторов, простимулирует плодоношение и превращение всех маленьких завязей в хороший и спелый урожай. Как на томатах, так и на огурцах, как на перцах, так и на кабачках. Использовать эпин на участке можно даже во время пересадки рассады, чтобы куст легче перенес стресс и быстрее укоренился, но во время августовских похолоданий и сентябрьских заморозков его эффект наиболее заметен. Если опрыскать кусты правильным концентратом эпина, то растения перенесут любые невзгоды. Разводится такая подкормка по инструкции. В одной пачке этого средства находится всего один миллилитр препарата, которого хватит на пол ведра воды. Этого очень много, поскольку на одно опрыскивание вполне хватает литра раствора. На каждый литр добавляем 8 капель эпина, тщательно размешиваем и обрабатываем растения сразу. Никаких ограничений по уборке урожая после обработки этим препаратом нет, он не опасен для человека и животных. Просто взбалтываем смесь и опрыскиваем. Желательно делать это в сухую погоду, чтобы капли не смывало дождем и они успевали впитаться в листовой аппарат кустов. Субтитры создавал DimaTorzok